Добрый день! Меня зовут Ольга Барковец, я куратор выставки «Романовы. Воспоминания о Крыме». Мы приглашаем всех посетить нашу выставку. Она необычная, она большая, она атмосферная. Если вам в холодные весенние дни захочется крымского тепла, солнца, запахов, приходите в наш музей, и вы познакомитесь с удивительной, интересной историей романовского Крыма. Мы рассказываем о личных императорских и великокняжеских имениях в Крыму, начиная с Николая I, с первой императорской резиденции Орианда, и заканчиваем наш рассказ отъездом романовых из Крыма в 1919 году. Мы начинаем с первого зала «Дорога в Крым». В нем представлены экспонаты Военно-морского музея, музея Петергов, этот паровоз, яхта «Штандарт» и огромное количество фотографий, в том числе из Ялтинского историко-литературного музея. В выставке принимает участие огромное количество наших коллег из Петербурга. Это крупнейшие музеи Царского села, Петергов, Павловск, Военно-морской музей, Институт истории и материальной культуры, Московский государственный архив Российской Федерации, который предоставил почти 250 подлинных документов и фотографий, и, конечно, музей Крыма. Крым у нас тоже главный герой, как и Романовы, как и владельцы императорских и берега княжеских имений. И поэтому наши посетители, гуляя по выставке, читая документы, разглядывая живопись, чувствуют эту атмосферу и через документы, и через живопись, и через графику, и через запахи. Наверное, это одна из первых вообще в истории выставок, где практически в каждом зале чувствуются ароматы Крыма. Это и ароматы и цветов, и деревьев. Ну, а в зале мер детства, ну, конечно, запахи детства – это булочки с корицей. Итак, мы находимся во втором зале. Мы прошли первый зал. Это дорога в Крым. Там мы слышим шум волны, гудки поезда. И все-таки что мы видим в Крыму? А в Крыму мы видим императорские великокняжеские резиденции. И этот зал, второй зал, посвящен как раз главным героям нашей выставки. У нас на одной стороне представлены императорские фотографии и владельцы императорских великокняжеских имений, начиная с Рианды и закачивая Кичкине. На этой стороне прекрасная графика из музея Таврида, виды Крыма начала XIX века. Но для наших посетителей очень важно понять, кто наши герои, какие родственные связи между ними. И поэтому мы сделали отдельное древо, которое указывает именно родственные связи владельцев императорских великокняжеских резиденций в Крыму. Мы начинаем наш рассказ, конечно, с эпохи Николая I, когда, как вы знаете прекрасно, в 1826 году он покупает Орианду. Но основные события как раз происходили в 1837 году. И поэтому в зале мы, конечно, начинаем рассказ графа Бронцова, который принимает императора, путешествует по Крыму. И в этом зале представлены удивительные красоты экспонаты. Но начнем, конечно, с картины Айвазовского. И вы видите здесь известные работы из различных музеев, из музея Крыма, Петергофа. И мне бы хотелось обратить внимание на вот эту чудесную картину из Петергофа, где изображена Орианда. В экспозиции также несколько тарелок из Гурьевского сервиза, тоже фонда Петергофа. Здесь прекрасные портреты Воронцовых. И хотел бы подчеркнуть, что на нашей выставке много документов. В том числе в этом зале мы показываем уникальный документ, записную книжку императрицы Александры Федоровны, 1837 год, из фондов Государственного архива Российской Федерации. Она рисует берег Ялтинского залива и пишет с восторгом о красоте Крыма, о красоте Орианды. Здесь представлены подлинный мундир Николая I, прекрасные акварели Айвазовского, это маневры в Севастополе. И, конечно, нам бы как можно больше хотелось бы рассказать и показать. Поэтому на нашей выставке много мультимедийных продуктов. В этом зале Орианда эпохи Николая I мы показываем уникальные рисунки из Государственного архива Российской Федерации. Это мультимедийный продукт. И, к сожалению, рисунки в достаточно ветхом состоянии. И мы решили сделать вот такую подборку рисунков, в том числе самого императора Николая I и детей. Главное, что эти рисунки сделаны в Крыму во время их пребывания там. Следующий зал посвящен снова Орианде, но уже при новом владельце, великом князе Константине Николаевиче. Здесь мы показываем, ну, конечно, два портрета наших главных героев. Это из фонда Павловска. Уникальную совершенно коллекцию морских принадлежностей Константина Николаевича, его морскую саблю. Посуду из фондов Павловска. Ну, предположим, Петергоф нам предоставил чудесный холодильник с бензельом КН. Но самое главное здесь, конечно, документы. Потому что именно они передают те воспоминания, которые записал Константин Николаевич о своем любимом имении Орианда. И здесь представлены подлинные дневники Константина Николаевича. Здесь есть чудесные фотографии из Института истории материальной культуры, где мы видим уже дворец после пожара. И замечательное письмо Константина Николаевича Головину, где он описывает этот страшный пожар, который произошел 7 августа 1981 года. Фотографии строительства Покровского храма и дневник, подлинный дневник великого князя Константина Николаевича, который приехал в Орианду, вспоминает свое детство. Он достаточно часто туда приезжал. И там рождаются чудесные стихи. Теперь мы в новом зале. Он посвящен Леваде Александра II. Мы заходим в Левадийский парк, проходим красивые дорожки. Мы видим фотографии из Института материальной культуры с видами парка, дворца и, конечно, прекрасные садовые навершия тумбы из фондов Левадийского дворца-музея. Наши посетители, пока гуляют по парку, они могут разглядеть уже фотографии. Мы их анимировали. И появляется вот это ощущение жизни дворца, текущей воды, плывущих облаков. И мы входим уже в само имение. Мы вошли уже во двор большого императорского дворца. И здесь мы попадаем уже в другую атмосферу, в историю жизни, пребывания семьи императора Александра II в Леваде. Конечно, мы продолжаем в каждом зале тему дороги. И здесь мы показываем живопись, посуду, стекло, знаменитые яхты Левадия. Уникальные, конечно, экспонаты из фондов Петергофа. И мы благодарны, что они дали нам возможность показать. К сожалению, сама яхта Левадия, модель яхты Левадия находится в постоянной экспозиции Военно-морского музея. Но мы показываем другую любимую яхту императора Александра II. Это модель яхты «Держава». И вот, кстати, подлинный колокол из этой яхты. На стенах вы видите замечательная графика из фондов Павловска. Это три акварели-примации, которые показывают Большой дворец. Причем вот нижняя акварель 60-го года еще дом Потоцкого, неперестроенной Манегетти. Прекрасные две акварели работы Боголюбова. В 63-й год он приезжает вместе с надледником Николаем Александровичем и практически с натуры делает эти зарисовки. Это и Мавританский фонтан, и крествовоздвиженская церковь, построенная в Манегете. Я хотела бы обратить внимание на эту картину. Это работа Айвазовского. Именно вид из Левадийского парка на Ялту, вот эта чудесная работа, стала визитной карточкой нашей выставки. Вы увидите эту картину и на обложке каталога, на наших афишах. Удивительно, что эта картина написана в 61-м году. Вот такой Ялты увидела императрица Мария Александровна. Вот такой чудесный залив видели дети Александра II. И эта картина впоследствии оказалась в коллекции великого князя Сергея Александровича. Сейчас она хранится в музее Новый Иерусалим в Московской области. Итак, мы продолжаем оставаться в зале Левадия Александра II. Это большой зал. И здесь мы выстраивали два куба. Первый большой, мы как раз в нем находимся, это Большой императорский дворец. И маленький куб – это имение Бьюксарай. Внутри каждого куба, как бы каждого дворца, мы рассказываем свою историю. Итак, мы находимся в Большом императорском дворце. Нас встречает владелец дворца, император Александр II. Второй, вы видите манекен на нем, подлинный сюртук Александра II, сюртук Павловского полка. И, как известно, платья Марии Александровны не сохранились, но мы нашли и показываем платье практически точно в эпохе. Это платье 60-х годов. Мне кажется, даже на каких-то портретах, вот на том же портрете, который сверху, очень похожее платье. В этом зале мы, конечно, хотели бы рассказать об атмосфере жизни, отдыха семьи Александра II. Здесь мы показываем уникальные рисунки из Государственного архива Российской Федерации. Это рисуют дети Александра II, рисуют там, в Ливаде. И мы видим чудесные работы великого князя Сергея Александровича, Марии Александровны, Владимира Александровича, Никсы Николая Александровича. Конечно, семья собиралась за большим столом и прекрасные тарелки из фонда Ливадийского дворца, музея Петергофа. И мы можем здесь показать именно тарелки эпохи Александра II Ливадии. Чудесная совершенно акварель из фондов Павловска, на которой изображена столовая Ливадийского дворца. Но, мне кажется, особый интерес будут вызывать вот эти экспонаты, которые здесь представлены. Это, ну, начнем с подлинного пера Александра II. Письма, которые здесь представлены. Это подлинные письма из фондов Государственного архива Российской Федерации, адресованные второму сыну, цесаревичу Александру Александровичу. Это подлинное письмо Николаю Александровичу, брату Александру Александровичу. И, кстати, это письмо, я его очень люблю, потому что в нем квитэссенция отношений романовых к Крыму. И мы даже цитату из этого письма взяли для... так сказать, вынесли в этом зале большими буквами. Он пишет о Крыме, что за место просто разземной. Николай Александрович Никс с восторгом описывает и Ялту, и Ливадию, и ту красоту Крыма, от которой, в принципе, все присутствующие, все приезжающие романовы были в полном восторге. Здесь редкая достаточно акварель. Это из фондов Павловска, кабинет Александра II. И также фотографии из Института истории материальной культуры, где мы можем разглядеть детально, как были устроены покои Ливадийского дворца эпохи Александра II. Мы вышли из Большого императорского дворца и подходим к другому дворцу маленькому – Биюк-сарай. Эта экспозиция посвящена отношениям Александра II и Екатерины Михайловны Долгоруковой. Мы показываем подлинные письма Александра II к нежне, фотографии, на которые видно уже Александра II в конце 70-х и юную княжну, и подлинную записную книжку Александра II. Очень короткий рассказ, как в Крыму, недалеко от Ливадии, практически на территории имения, жила княжна Долгорукова, последняя страстная любовь Александра. Итак, мы на время покинули Ливадию, и мы находимся в зале, который посвящен двум великокняжеским имениям. Имение великого князя Михаила Николаевича, потом Александра Михайловича имению Айтадур и имению Хармс. В этом зале много документов, фотографий, но, мне кажется, акцентом экспозиционным являются вот эти экспонаты, уникальные экспонаты из фондов Ялтинского историко-литературного музея. Мы можем рассмотреть редкие монеты, мы можем обратить внимание на статуэтки и прочитать подробные аннотации. Также в этом зале вы видите уникальные альбомы с фондом Государственного архива Российской Федерации. Вот на этой выставке много впервые. Вот фотографии из личных альбомов Ксении Александровны, Александра Михайловича, фотографии из личных альбомов адъютанта Георгия Михайловича Кюгельгена, но вот можно увидеть на вот этой проекции в этом зале. Но еще надо сказать об одной уникальной стороне нашей выставки. В каждом зале наши посетители ощутят ароматы Крыма. И если Леваде свой купаж запахов, это цветы, магнолия, хвойные запахи, то в этом зале Айтадора и Харакса запах винограда Изабелла. И как мы с вами знаем, Александр Михайлович занимался виноградерством и виноделием. Итак, мы вышли из зала, посвященный Айтадору и Хараксу, и снова возвращаемся в Леваде, но уже в Леваде нового владельца Александра Третьего. И мы продолжаем, конечно, тему дороги. Вы видите замечательную модель из фонда военно-морского музея яхта «Полярная звезда», любимая яхта Александра Третьего и его семьи. Как известно, яхта была в Крыму только один раз в 1894-м, и то после кончины императора. На стенах прекрасная живопись из фондов Симферопольской художественной галереи, Левадийского дворца-музея. И теперь мы тогда уже войдем внутрь Левадии, и нас встречают новые владельцы. Итак, Левадия Александра Третьего. Конечно, нас встречают владельцы. И в большой витрине мы видим мундира Александра Третьего из фондов царского села. И в платье императрицы Марии Федоровны. Это нас порадовал музей Павловска. Вы видите два велосипеда. Конечно, отдых – это уже и катание на велосипедах. Но интересно, что это из коллекции Александра Третьего, то есть это из фондов Гатчинского дворца. Но, читая дневники Александра Александровича, я обратила внимание на одну запись. Это 1869 год. Александр пишет, сел на велосипед, сломал, и тем дело было закончено. Так что я не думаю, что Александр Третий катался в Левадии на велосипеде, а вот то, что Мария Федоровна, это несомненно. В этом зале много интересных экспонатов. Это фотографии из различных музеев и Государственных архивов Российской Федерации. Это подлинные письма. Чудесные фотографии нам предоставил датский историк Пребен Ульструб. О ней подписаны императрицей Марии Федоровной, Гиде Левадии, Ялтинского залива. Подлинная фляжка Александра Третьего из фонда Павловского. Но я хотела бы обратить ваше внимание. В некоторых залах, в том числе и этом, звучат так называемые голоса. Давайте понимаем, что это, конечно, записаны артистами голоса романов. Мы выбрали лучшие фрагменты из писем и дневников, которые мы решили озвучить, чтобы наши посетители не просто видели документы или разглядывали фотографии, они слышали те лучшие строки, которые были написаны о Крыме владельцами. И вот в этом зале, например, сейчас мы слышим слова Марии Федоровны из писем мужу. Ну вот, мой котенок, да, мы помним, что этот котенок ростом 1,92 м и 120 кг. Как нам тебя здесь не хватает? И подлинные письма вот в этой экспозиции. Мы вышли из зала Левадия Александра Третьего и попадаем в небольшой зал, который посвящен великокняжеским имениям Дюльбер Чиир Кичкине. В этом зале, конечно, в основном фотографии, но я хотела бы, конечно, поблагодарить Алубкинский дворец, заповедник, за прекрасное бюро Камот и за имение из дворца Дюльбер. А также обращаю внимание на чудесные акварели Николая Краснова из Ялтинского историко-литературного музея. Итак, дорога в Крым продолжается. Мы в новом зале и вступаем на палубу императорской яхты «Штандарт». В этом зале, кроме огромного количества фотографий, мы показываем морской мундир, летнее платье императрицы Александры Федоровны, пескозырочку, тесаревича Алексея Николаевича и посуду, яхтную посуду «Штандарт». В этом зале мы слышим крик и чая, шум волны, рынду, полное ощущение, что мы с вами плывем вместе с семьей Николая II в прекрасном ливаде. Итак, мы приплыли на яхте «Штандарт» в Ливаде. И этот зал мы назвали «Мир детства Ливаде». Мы начинаем с Ливаде первых поездок в 900-е, 902-е, 909-е годы. Здесь несколько мультимедийных продуктов. Это «Августейший визит в Крым» альбом. Это альбом «Зичи» из фондов Ливадийского дворца-музея. Здесь мы рассказываем о болезни императорам, брюшным тифам, подлинные дневники. Но я бы хотела обратить внимание на эту стену, потому что здесь фантастические фотографии и подлинные рисунки сочинения, расписания занятий детей Николая II. Это из фондов Государственного архива Российской Федерации. Рисунки, в том числе, из фондов Петергофа и замечательные фотографии из Ялтинского историко-литературного музея. В центре этого зала «Мы решили построить корабль». Ну, мир детства – так значит мир детства. И пусть наши дети, которые приходят на выставку, почувствуют себя вот такими же детьми, как были дети Николая II, которые играли на детских площадках Ливадии, которые вместе с родителями бегали по дорожкам, которые вместе с учителями рисовали природу и дворец. Так что в центре этого зала у нас большой, красивый корабль. Мы называем его мини-штандартом. Огромное количество подлинных альбомов с фотографиями первого периода, до Красновского периода, которые мы отсмотрели, когда выбирали экспонаты. Но, знаете, показать так много хотелось, и мы пошли на другой путь, нашли другое решение. Мы решили сделать фотогалерею. И в этом зале «Мир детства» мы показываем сотни фотографий из различных альбомов Великой Книжной Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны, императора Николая II, Александры Федоровны. И наши посетители погружаются вместе с нами в мир отдыха, мир жизни, мир детства семьи Николая II. Итак, мы заходим в последний зал. Это зал Левадия Николая II с 1911 года, то есть новый дворец, построенный Красновым. И называясь в каждом зале, показывая акварелью Краснова, мы не могли не сделать отдельный маленький кабинет, мы называем его кабинет архитектора Николая Краснова. На стенах мы видим чудесные акварели, сейчас сказали бы, визуализацию архитектора дворца, нового дворца. В центре мы сделали рабочий стол, мультимедийный продукт, где чертежи архитектора. Здесь показываем подлинное письмо Николая II императрицы Марии Федоровне и его дневник за 1911 год, где он с восторгом пишет о работе Краснова, о том, как ему нравится дворец, что Айда, молодец Краснов, он угодил всем. И в этом зале также звучит голос, мы понимаем в кавычках, голос императора Николая II. Итак, мы с вами вошли в итальянский дворик Ливадийского дворца. Нас встречает платье, представляем, что это фрейлина императрица Александра Федоровна. Мы видим вазу, реплику античную, заказы императрицы Александры Федоровны из фондов Ливадийского дворца-музея. Здесь же витрина с теннисной ракеткой, с фотоаппаратом, с несессором для путешествий. Мы погружаемся в атмосферу отдыха семьи Николая II. Огромное количество фотографий на стенах самых-самых разнообразных. Путешествия, виды дворца, прекрасная живопись из фондов Ливадийского музея, Симферопольского музея. И вы видите, да, вход в большой императорский дворец, в новый дворец, который построил Николай II. Мы туда и пройдем сейчас. Итак, большой Ливадийский дворец, но уже небольшой, просто Ливадийский дворец. И мы видим огромное количество фотографий, сделанных внутри дворца. Вот это очень интересная витрина. Здесь собраны экспонаты из различных музеев. Но я бы обратила внимание на вот эти парфюмерные пузырьки, причем с сохранившимся жидкостью, духами. Здесь представлены французские духи тех фирм и названий, которые любила императрица Александра Федоровна и Великие Книжные. Это, конечно, удивительная коллекция. Она недавно только попала в музей Царского села. И мы очень рады, что мы можем ее здесь показать. Конечно, наша центральная витрина. Мы видим мудир крымского полка из фондов Царского села. Конечно, винный стол накрыт. Три бутылки подлинного крымского вина начала XX века. Это фирма Беккетова и Голубева, пепельница Фаберже. Кстати, имена принадлежала императору Николаю II. И, самое главное, вы видите, удивительная живопись. Это картины Шнейдер, которые висели во дворце. Это из разных фондов. Ливадийский дворец в музее, Симферопольский. Но, как точный удивитель, они вписались в эту атмосферу Ливадийского дворца. Также в этом зале прекрасная посуда Ливадийская, именно периода Николая II, подлинные документы и фотографии. Завершаем мы выставку частью экспозиции, которую мы назвали «Прощай, родной Крым и дом». Это слова великая княгиня Ксении Александровой. Она рассказывает о пребывании Романовых в Крыму с 17-19 годов. Здесь представлены только документы и фотографии, но чрезвычайно редкие. Мы отдельно экспонируем книжку императрицы Марии Федоровны. Книга для ежедневного чтения, евангельское чтение. Самое главное это голос, который звучит. Голос в кавычках запомним великой княгине Ксении Александровной. запись в дневнике 11 апреля 1919 года. «Прощай, родной Крым! Прощай, родной дом! Мы покинули Родину! И дай Бог когда-нибудь в нее вернуться!